здравствуйте друзья надо связи снова дед мозаи по эту сторону экрана я по ту сторону экрана вы и сегодня я хочу с вами поговорить о новой намоточки какую я недавно начал делать мне она в общем-то понравилась это двойная намотка то есть раньше я делал вот из хромали 018 я делал косичку ну косичка это долго не очень меня впечатлило и сегодня я хочу вам показать намоточку двойную двойная намоточка это просто-напросто берется две проволоки и скрутить накручивается две проволочки и получается намотка на получается как бы длиннее длиннее вот экспериментировать мы будем на рокете это примерно то же самое что и кайфун по его подобию как бы сделано поскольку как он у меня уже намотан так я вам покажу как делается намоточка вот такого плана наматывать я буду на отверточку вот не самая большая отвертка вот такая вот в наборчике она вторая по величине вот мой собственно говоря хромали хромали 018 берем проволоки нам наверно сантиметров 10 за глаза хватит отрезаем 10 сантиметров так дальше проволоку складываем в два раза то есть ну как бы пополам по вот так вот вот складываем пополам вот и теперь желательно желательно чтобы витки вас не пересекались там один с другим наматываем для батарейного блока механического мехмода так называемого нужно намотать насколько я понял 4 витка 4 витка двойной проволоки так оставляем хвостик начинаем мотать 1 2 3 4 4 витка вот эти четыре витка сводим вместе все-таки наверное 45 вот так сводим вместе вот пальцем выравниваем чтобы было вот они плотнее но это потом на пинцетом это дело выпрямим и на мату закрепляем на винтиках берем отверточку и закрепляем все дело в том что если спираль вдруг вам покажется что как бы она мало парит и так далее слабовато да вы всегда можете один виток отмотать безболезненно причем отмотать один виток так закрепилось так и крепим второй 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 так вокруг винта и сюда вот закрепляем закручиваем винтик так об вроде все так пока она на отвертки центруем что было напротив отверстие воздуховодного у нас этот край не закрепился совершенно закрепить заново закрепляем заново то есть он подвинь то зашло но не закрепился крепим теперь закрепился так от центровали можно пока мы не прожигали рукой сжать чтобы они были по плотнее так одну минутку набор с пинцетом наборчик с пинцетом для того чтобы суметь прожечь так пока эту проволоку не откусываем снимаю с подохранителя нажимаем смотрим что получилось что-то нет напряжение что-то здесь не то хорошо ставим на предохранитель смотрим замеряем сопротивление дело сопротивление должно получиться порядка 1 8 не контакт не контакт вот почему у нас собственно горячая не потому что не контакт значит собственно горят это тут у нас не закрепилась вставляем обратно отвертку и закрепляем хорошенько вот этот вот винт проволоку не держит хорошенько и закрепить то есть может быть конечно не контакт часто на свет сейчас я еще вам покажу вот я вытащил теперь пробуем ее опять закрепить проволоку закрепить желательно пинцетом нужно сделать вокруг винта наверное даже один оборот вот получилось один оборот вокруг винта и уже тогда можно закручивать когда у вас проволока закрутилась вокруг винта нормально да вы чувствуете как она тянет за собой проволоку твин тянет проволоку за собой вот видно что она закрепилась теперь центруем и вынимаем отверточку аккуратно сплющиваем пока не прожгли это можно делать руками спокойно спокойно руками так пробуем пробуем оп ага видите да жир как подгорел оп-оп-оп-оп так сплющиваем так еще раз очень сильно тоже нежелательно поскольку будете ловить гарик постоянно ну вот примерно вот так примерно вот так теперь кончики что касается кончиков мы откусываем откусываем кончики прям заподлицо чтобы они не дай бог не касались колокола здесь и здесь проверяем руками чтоб не было особо заусенцев так смотрим еще раз работает спираль работает но видите да спираль рабочие все теперь ставим на предохранитель теперь идет процедура по продеванию ваты берем вату так вот делаем такую турундочку из нее заватываться скручиваем скручиваем такую турундочку делаем один кончик остренький для того чтобы просунуть вот в эту вот эту спираль он был просунут у нас плотно и ну то что плотно чтобы просовывать это дело то есть как типа остренькое что-то а вот просунулась и просовываем аккуратненько вату через вот это вот спираль если она не идет чуть расправляем и вот штука такая так ну вот я считаю что примерно вот так вполне достаточно я делаю вот так вот соответственно кончик который мы тут накрутили пальцами можно отрезать отрезаем кончик мы конечно отрежем и оставшиеся лишние но это после того как навернем этот цилиндр так наворачиваем цилиндр у меня тут она немножко помята поэтому наворачивается не очень хорошо но все таки навернулась так цилиндр накручиваем до конца так накрутили теперь вату обратно распрямляем и вот у нас вот такие вот концы выходят длинные они нам совершенно не нужны нужно что где-то ну не более сантиметра вылезала вата вот вата вылезла и теперь берем отверточку и укладываем вату в желобки которые возле вот этих вот отверстий находятся вот толстый конец он укладывается нормально то есть вот так вот уложить а тонкий поскольку тут ватт не очень много такая вот мы добавляем из того что отрезали вот кусочек боюсь это большой будет но хотя да это можно кусочек просто напросто допихиваем его вот оставили кусочком ватт который мы отрезали сейчас я вам покажу как это должно выглядеть как бы в сборе да вот смотрите должны быть видны винты и вата должна быть ну не то что силу утрамбовывать но быть в общем то утрамбована кстати надо еще кусочек ваты подложить вот с этого то есть вот получается что вот это и вот это вата они вот эти вот куски намокают вот от этих вот отверстий которые идут здесь и с обоих сторон фитиль ватой нормально орошается вот видны винты а соответственно значит воздух из воздуховода будет куда обходить далее далее чтобы проверить как все это дело смачиваем вату и и спираль несколькими каплями жижи ну так без фанатизма и вот сняв с предохранителя проверяем вообще будет пары тенет то есть ничего мы не повредили смотрим смотрим то есть вы видите да что дым ну в смысле пар идет шипение есть значит электрическая цепь нормальная у нас ну дальше можно закрутить колокол проверить вот это закручен или нет закручиваем колокол верхушку далее я бы советовал вам взять салфетку и все таки протереть вот это вот дело то что будет внутренняя часть все таки мы брали с руками и вот этот жир который срок он нам совершенно ни к чему то есть вот салфеточкой протереть вот эти части ну и соответственно далее можно накрутить колокол вот как у меня он сейчас накручен это неправильно это я его снял потому что он пустой вообще желательно его одевать вот таким образом то есть я показывал в своих видео что заправлять его да вот такой вот атомайзер лучше всего подложив вот сюда вот вот сюда подложив кусочек целлофана закручиваете вот этот вот дриптип приворачиваете сразу это дело сюда жидкость заливается до конца вот этого стекляшки до конца вот этого прозрачного сектора не более и аккуратно аккуратно чтобы совпало у вас вот отверстие видите вот который с резиночкой с носиком колокола аккуратно вставляете и закручиваете это дело то есть нужно как бы ставить и быстро закрутить быстро из-за чего из-за того что жидкость если вот этот край колокола не касается резиночки жидкость стремляется туда внутрь поэтому нужно быстро закрутить чтобы вот этот кончик колокола вот этот кончик сразу прижался к резинке чем быстрее он прижмется тем меньше жидкости под него затечет ну затекает все равно конечно но потом когда вы закрутили все собрали вы все равно отворачиваете вот это дело понимаете целлофан желательно поставить его в таком положении постоять чтобы он постоял ну 5 минут максимум либо можете потрясти его отрезка градусник встряхиваете потрясти и тогда тоже будет эффект и дальше заворачиваете вот это дело у вас заправленный атомайзер который уже уже жижей жижи не затекла никуда и соответственно можете его использовать я вот сейчас в данный момент я пользуюсь кайфуном и собственно говоря вот с такой вот спирт спиралью как я вам сейчас показал ну что могу сказать если у вас на свежей батарейке или как-то там при большом напряжении больших ватах у вас все-таки гарик получается то есть спираль мощная то советую конечно же добавить витков на один виток больше делать если же наоборот вы результатом не удовлетворены то есть вот мы сделали сколько мы сделали пять пять витков пять витков двойных почему именно двойные витки а не косичка например то есть параллельные витки они по площади площадь длина спирали получается больше соответственно больше площадь нет вот этих моментов то есть когда идет один провод а второе сверху сверху он не касается ваты а касается ват когда они идут параллельно вместе ну вот собственно все что хотел сказать а еще как бы продолжение скажу такую вещь я как бы закончил эксперимент с жидкостью которая у меня смешано 50 на 50 то есть жидкость 50 глицерина 50 пропирингликоля не знаю может быть это моя особенность организма но почему-то у меня вызывает кашель то есть вроде как крепкие даже когда практически да вообще когда я даже нулевка без никотина оно получается крепкое вызывает почему-то у меня кашель вот такая жидкость даже когда она без никотина поэтому я собственно говоря остановился 60 30 10 вот на такой формуле я намешал себе вот эту вот основу с никотином ну шестерка 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 единственное что можно скорее всего да делать 60 30 10 да то есть грубо говоря брать пропирин гликоля тупо в два раза больше чем глицерина все-таки глицерин он дает какой-то тх хоть и говорят что тх он от никотина но глицерин дает какой-то тх то есть у меня вызывает кашель вот это мне кашля не вызывает но возможно это дело привычки не знаю но я понял одно что точно смешивать совершенно не надо то есть делается все на глаз то есть если вы делаете 100 грамм 100 граммовом пузырьке соответственно нам налили 60 грамм пропилин гликоля добавили 30 грамм глицерина добавили 10 грамм воды все у вас получилась жидкость и вот эту на эту жидкость на 100 грамм добавили 100 грамм сотки никотина сколько вам нужно получить крепкости то есть я на 100 граммовый пузырек добавляю 6 грамм никотина получаю шестерку вот сейчас шестерка меня вполне удовлетворяет по вкусу по крепкости и так далее потому что вот все вот эти вот атомайзер и типа кайфу ну даже когда у меня был генезис я говорил что я делал генезис на вате это все что устраивало когда я парил парил сигарете типа его вариант егошные я там и двадцать четверкой баловался и как бы мне тэха не хватало то есть я даже не знал что это такое вот сейчас в данный момент шестерка вполне как бы устраивает шестерочка вполне устраивает вот и я понял что пятьдесят на пятьдесят делать совершенно ни к чему может быть конечно можно поэкспериментировать сделать не шестьдесят тридцать он должен пятьдесят сорок ну не более того а то что на форуме я задавал вопросы там люди говорят я там парю такое я такой ну я понимаю есть люди которые может быть и сотку неразбавленную парят но удовольствие никакого вот собственно все о чем хотел я сегодня с вами поговорить подписывайтесь на канал будет еще много всего интересного с вами был дед мазай до свидания до новых встреч до новых встреч